Итак, как я уже сказал в начале, начинается череда праздников определенных. Сначала Рождество, потом Новый год, потом опять Рождество. И у нас порой, как у добрых иудеев, праздники длятся достаточно долго. И мы и то, и другое, и третье успеваем отпраздновать. И о Рождестве мы говорим достаточно долго. Не вижу в самом по себе в этом никакой проблемы и ничего плохого. Событие действительно радостное, действительно достойное внимания. И то, что традиционно в этом празднике старается принять участие как можно большее количество служений или людей отдельных, наверное, тоже определенный знак этого. Знаете, мне вот, когда наступает Рождество, нравится слушать католическое радио. Они празднуют его 25 декабря, как вы понимаете, но уже накануне, наверное, дней за 10 я слышу постоянные поздравления по радио. Там какие-то фирмы, какие-то предприятия, какие-то отдельные люди говорят, что мы всех поздравляем там с Рождеством. Мы желаем всего самого хорошего. Хорошо, что Христос родился в нашем мире. Пусть это вам принесет и то, и другое, и третье. И, знаете, это создает определенное настроение. Но еще мне нравится слушать проповеди католических священников на Рождество, потому что, знаете, наряду с определенным элементом божественного сюжета, назовем его так, очень часто они говорят о простых жизненных темах, о том, что же это самое Рождество дает нам, простым людям. Что это приносит в наши отношения, что это приносит в наши сердца, как это влияет на нашу повседневную жизнь. И, на мой взгляд, это действительно важно, потому что зачастую, знаете, мы концентрируемся только на двух элементах праздника. Первый элемент это, ну, я условно его так для себя называю, да, это элемент официальный такой, элемент, когда мы читаем библейский сюжет какой-то, мы видим, что стало поводом или причиной для этого праздника, да, либо это было какое-то событие, либо это была какая-то заповедь. И мы вспоминаем об этом, мы проговариваем об этом, мы друг друга напоминаем, мы разбираем о том, что, как происходило, что это для нас значит и так далее. Второй элемент праздника — это вся атрибутика, да, которая с этим праздником связана. Мы, как правило, что-то украшаем, либо дома, либо в церкви, мы, может быть, готовим какой-то праздничный обед или ужин, может быть, кто-то собирается за столом, и это тоже создает атмосферу праздника. И когда мы говорим, что вот праздник удался, да, или праздник состоялся, или праздник предстоит, то это, как правило, связано вот как минимум с этими двумя моментами. В церкви будет какое-то праздничное служение, будет о чем-то говориться, упоминаться, и дома будет нечто праздничное, да, потому что будет вот еще что-то. Но, знаете, я хочу сегодня коротко поговорить в начале нашего служения еще об одной составляющей любого праздника и Рождества в частности. И мне хочется, может быть, знаете, вот в этой своей первой проповеди задать определенное настроение, определенное направление, определенный тон, может быть, да, какую-то идею к размышлению нам подбросить, чтобы наши праздники действительно удались. И я хочу обратиться для начала к рождественскому повествованию, изложенному во второй главе Евангелия от Луки. Я думаю, что правильно все-таки читать определенные места даже из так хорошо многим знакомых истории. Вот это нам о чем-то напоминает и позволяет нам, может быть, обратить внимание на какие-то детали. Итак, вторая глава Евангелия от Луки. Сначала. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирии. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. Родила сына своего первенца, испеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли, нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие, удивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сей, слагая в сердце своем. Не буду читать дальше. Я думаю, что многие из нас не раз слышали эту историю. Вдобавок к ней мы можем прочитать во второй главе Евангелия от Матфея о посещении родившегося Иисуса в Олхваме, об их поклонении, дополнив тем самым свое представление о рождении Иисуса и некоторых значимых событиях, которые были связаны с Его рождением или случились незадолго после этого. Но в своей сегодняшней проповеди я хочу сконцентрировать свое и ваше внимание на словах ангелов, на словах воинства небесного, приявлении ангела пастухам. Они записаны в 14 стихе, зачитанном нами, второй главы Евангелия от Луки. И они следующие. Давайте мы еще раз обратимся к ним. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В одном из современных переводов этот стих переведен так. «Слава Богу в вышине небес, и на земле мир, людям, к которым он милостив». Еще в одном переводе вторая часть вот этого стиха звучит так. «А на земле мир, людям, которым он благоволит». Смотрите, когда мы читаем вот синодальный перевод, да, то, что у нас перед глазами, то как будто это два разных послания, так сказать, что на земле мир, а в человеках благоволение. Но на самом деле, мне кажется, что вот более точны вот эти современные переводы, которые все-таки связывают вот эти две части воедино. На земле мир, людям, которым Бог милостив, людям, которым Бог благоволит. О чем речь здесь идет, я порассуждаю чуть позже, а сейчас я хочу просто понять вместе с вами или порассуждать вместе с вами о том, о чем здесь речь идет, что же здесь вообще произошло. Известно вообще, что когда в семье Иудея рождался сын, то местные музыканты собирались около дома родителей, чтобы музыкой как-то, да, поприветствовать рождение этого самого сына, поздравить таким образом родителей. Поэтому некоторые комментаторы Евангелий проводят вот аналогию между ангельским пением и вот этой церемонией, которая была принята у иудеев. Поскольку Иисус родился в походных условиях, да, где-то в сарае, то вместо местных музыкантов, которые бы исполняли земную музыку, само воинство небесное исполняло музыку небесную, и ангелы пели для Иисуса песни, которые, наверное, лучшие певцы на земле не могли бы исполнить. Другие комментаторы видят здесь противопоставление вот этого небесного хора, воинства небесного, тем хорам, которые на земле прославляли императоров. Мы знаем, что Иисус родился во времена римского владычества в Иудее, что Римская империя тогда контролировала территорию Иудеи. И, соответственно, у них был культ поклонения императору. В том числе он выражался и в том, что целые хоры прославляли императора как бога, пели ему какие-то гимны поклонения. И, в частности, правившего тогда римского императора Августа прославляли за мир, который он принес народам земли. Ну, надо заметить, что не без доли истины, потому что когда Римская империя подчинила себе целый ряд территорий, она действительно установила мир на всех подконтрольных ей территориях. Не было каких-то ни междоусобных войн, ни внешних войн. Всё было относительно спокойно. Но вопрос лишь в том, что императора, как мы понимаем, конечно же, не был бога и не был достоин того же поклонения и почитания, как сам бог. Поэтому вот здесь есть определённая параллель и противопоставление. Иисуса рождённого прославляли как бога, как царя за тот мир, который он принёс. Так или иначе, вот эта хвала, да, на земле мир, слава вышних Богу, она отражает полное значение рождения Иисуса Христа. Его жизнь и его служение принесут славу Богу вышних, да, то есть Богу на небесах. Иисус, если вы помните, сам, когда уже вошёл в своё служение, говорил о том, что пришёл час прославиться Сыну Человеческому. И под прославлением он имел в виду своё распятие и своё последующее воскресение. Хотя пока не дошло дело до воскресения, многие не понимали, в чём же слава, в такой бесславной смерти, простите за тавтологию. Рождение Иисуса Христа принесёт мир тем людям, в котором есть Его благая воля. А люди, в которых есть благая воля, это те, которые каются в своих грехах, да, которые принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И эти люди, как мы понимаем, мы с вами. Таким образом, если мы попытаемся с вами подвести некий итог или порассуждать о том, в чём же заключается вот это послание о мире, вот эта идея о мире, которая отражена в 14 стихе, то я думаю, что мы согласимся с тем, что рождение Христа, во-первых, принесло мир в человеческие сердца. Потому что когда в сердце человека грех, когда его мучают угрызения совести, когда он понимает, что в чём-то он неправ, когда он находится в каких-то зависимостях, от которых он не может освободиться, в его сердце нет мира, в его сердце нет покоя, в его отношениях с окружающими людьми может быть полный раздрай, но когда Бог входит в сердце человека, как его Спаситель, наступает мир. Я думаю, что многие люди, которые совершали покаяние, люди, которые обращались к Иисусу Христу, могут засвидетельствовать то чувство мира, которое их посетило, когда Иисус прикоснулся к ним, когда произошло их рождение свыше, когда произошло их внутреннее изменение. И это тот мир, который принёс рождённый Иисус Христос. Во-вторых, мы понимаем с вами, что мир, который принёс Христос, это мир в отношениях между Богом и человеком. Потому что с того времени, когда Адам с Евой согрешили, они, противопоставив свою волю, воле Творца, находились с Ним в конфликте. Они находились под Его осуждением, и все их последующие потомки также. Поэтому, когда Иисус Христос явился в этот мир и начал свой путь искупления, то это в итоге принесло мир нашим отношениям с Богом. И хочу порассуждать ещё вот об одном аспекте, к чему я всё подвожу, о том мире, который ещё несёт в себе рождение Иисуса Христа. Мире в наших отношениях. Знаете, насколько я помню, вот свои детские и юношеские годы, приближение недели вот этих новогодних праздников, ну тогда ещё в те времена в таком они порядке для меня проходили. Новый год 31-го, 7-го января Рождество, 8-го мой день рождения. И знаете, вот эта череда наполняла каким-то особым ожиданием меня того, да, порой это и сейчас меня посещает, но тем не менее, я находился в каком-то особом предвкушении вот атмосферы радости, позитива, бесконфликтности какой-то. Особо хотелось, чтобы вот эти дни не были омрачены какими-то обычными правлениями, проблемами, может быть, недоразумениями какими-то, чтобы никто не раздражался, чтобы все находились в каком-то особом благодушном состоянии, настроении. И знаете, вот дома развешаны огоньки, на кухне что-то готовится вкусное, да, может быть, играет какая-то музыка, и если всё пройдёт хорошо, то действительно было ощущение, что праздник удался, и вот эти ожидания себя оправдали, и вот эта атмосфера, она была. Но если вдруг происходили какие-то недомолвки, если вдруг происходили какие-то разлады, какие-то конфликты, это как будто перечёркивало вот все мои ожидания, это перечёркивало всю атмосферу праздника, и было ощущение того, что, ну, всё, праздник испорчен. И уже не милы были вот эти все вкусности, которых, может быть, в обычной жизни не было тогда, да, жизнь посложнее была у кого-то, вот. И только на празднике был вот такой хороший стол. Потому что без вот этой атмосферы любви, без вот этой атмосферы какого-то милого сосуществования, назовём это так, да, всё это остальное не имело значения. И когда я потом в своё время начал читать Библию, мне в этой связи запомнился вот этот стих, да, из притчи, там, лучшее блюдо зелени и при нём любовь, чем откормленный бык и при нём ненависть. Никакие материальные блага, никакие вкусности, никакие приготовления к празднику, они не заменят вот этой сердечной, доброй атмосферы. Ну, по крайней мере, у меня так, я не знаю, как у вас. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы в праздник, помимо вот всех обычных наших приготовлений, помимо того, что мы посещаем церковь и там говорим о каких-то праздничных событиях, у нас была какая-то особая атмосфера дома, у нас были какие-то особые атмосферы друг с другом. Я опять в этой связи вспоминаю известный отрывок, да, из первого послания Иоанна, который мы не раз вспоминаем, о том, что как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь, а брата своего ненавидишь. Для меня вот этот стих, для меня вот этот отрывок, который я не раз вспоминал на протяжении, наверное, последних лет в своих проповедях, говорит о тесной взаимосвязи между отношениями божественными и отношениями человеческими. И если мы радуемся чему-то небесному, то эта же радость, она должна переноситься и в нашу повседневную жизнь. Поэтому вопрос, да, который стоит нам задать себе, ситуация или обстоятельства, которыми нам стоит озаботиться, на мой взгляд, связаны и в том, и с тем, чтобы праздник, который мы празднуем, он был праздником во всех аспектах. Несет ли сегодня рождение Иисуса Христа мир нам, людям, которым Бог благоволит? Если да, если мы чувствуем мир в сердце, если мы понимаем, что мы в мире в отношениях с Богом, то идет ли этот мир дальше нас? Идет ли он в нашу семью? Идет ли он в наше окружение? Идет ли он в нашу церковь? Мне хочется призвать нас к рассуждению над этим. Мне хочется, чтобы мы сейчас после моей проповеди помолились об этом, чтобы осознание радости от рождения Иисуса Христа в нашем мире, осознание благости того, что сам Бог стал человеком, умолился до этого человеческого тела, до этих ограниченных человеческих возможностей, и просто стал на одну ступеньку с нами в своих физических каких-то параметрах. Я не беру его божественную сущность, божественную часть. Чтобы это все действительно было осознаваемо нами. Но чтобы у нас праздник, череда праздников, череда выходных, может быть, она действительно получилась праздничной. Чтобы на земле был мир. Чтобы в наших семьях был мир. Не абстрактно мир во всем мире, да, начиная с нашей души, продолжая в наших семьях и дальше во всех тех контактах и отношениях, в которых мы пребываем, в том числе нашу церковь, чтобы Иисус посетил своим миром. Давайте мы помолимся об этом. Субтитры создавал DimaTorzok